Привет, друзья! Сегодня у нас четверг, завтра у нас нет школы. Я вот сейчас пришла, буду, как вы уже знаете, Габи подогревать овощи. И немножечко там, она очень любит брокколи, но там нету брокколи достаточно в этом наборе, поэтому у меня есть отдельно свежий брокколи. Я его туда просто, в сковородку, в которую я буду подогревать вот этот вот микс овощной, закину несколько вот этих вот соцветий и с кипяточком. Классно будет, я думаю. Где он? Ну, пол кусочек потом найду, подниму. Вот. Айдошки сейчас мы отварим. Макароны. Вот. И сегодня еще, я не знаю, я думаю, что приготовить с мясом. Я вот размораживаю свинину, кусочки, которые я в Коско покупала в последнем заходе, вот, которые разрезаны уже готовые куски. И я буду с ними что-то делать. Пока не решила, что, если я решу, то есть не если, мне придется решить, что нужно готовить на ужин, я вам покажу. Я не люблю использовать свинину в подливе, потому что она все равно твердоватая получается, сколько бы мы ее не делали. Больше всего люблю в шашлыке, конечно, эти кусочки. Но они неплохие, жареные у меня получались. Но жарить не хочу. Поэтому я даже не знаю, что делать, что делать, что делать. Возможно, придется тушить. Как один раз я делала, знаете, да, наверное, я это сделаю. Длительное тушение, то есть несколько часов, когда она вот действительно уже будет таять во рту, на языке. Да, я ее, наверное, вот эти куски так и оставлю крупные, чтобы они были такие вот мясистые. Например, на порцию будет по куску. Я вам сейчас покажу, о чем я говорю. Вот, ой, что это, откуда это упало, что ли? Вот, видите, такие крупные куски. Да, я ее буду просто тушить. Даже не тушить, а приваривать. И когда оно будет готово, я уже заделаю к нему соус, чтобы вот оно было густенькое, да. Вот, наверное, как-то так. Если у вас есть какие-то интересные рецепты со свининой, которые вы делаете, оставляйте мне в комментариях. Да, сегодня, конечно, в шоке от всех ваших просто как позитивных, так и негативных комментариев просто вообще. Стоило человеку прокреативить немножко в одном видео уже там, в общем, сказали, что и там искренности нет. Мы отписываемся вообще, что мы здесь 4 года делали. Ужас, ребята, я в шоке от вас, если честно. В полном. Ну, в общем-то, полная версия, почему немножечко поменялся формат. Я рассказала в своем, на своей страничке в Фейсбуке есть видео. Я делала небольшую прямую трансляцию, буквально там минут на 5-6. Можете посмотреть, заходить. Все, в общем, короче, пока что я пошла притушивать овощи и варить макарончики. А вот как буду делать свининку, я вам покажу. И еще я хочу вам сказать, я у меня еще купила, у меня в морозилке есть фишн баттер. Это рыбные филеечки в сухарях, грубо говоря. Не в сухарях, а в масле, в сливочном. Вот, я их в духовочке. И дожки сделаю сейчас к макаронам. Габина порция уже готова, остывает. Дожки на макароны варятся. Сейчас будет еще вот эти вот, я их называю фишнаггетс, на самом деле. Не фишнаггетс, а не фишстикс. Это просто такие филейки в масле. Вот, делаю их в духовочке, буквально на 10-15 минут. Отлично. Кстати, это очень хороший снаг. Не снаг, даже ланч в школу деткам. Единственное, что важно не класть их горячими, разгоряченными из духовки в термос. Потому что они просто там сварятся. А хочется вот эту криспи корочку. Поэтому, как я достигаю этого? Я делаю это заранее. То есть, не то, что сделал и сразу выкинул, закинул этот в термос. А я немножко, значит, сделала, вытащила. Они, когда теплые, я их теплыми кладу в термос. И тогда, когда он их раскрывает, они уже, они криспи. Они не сваренные, как знаете, вот, ну, вареные. Потому что туда эта крисписность уходит. И, ну, ребенок не очень такое любит. Он меня либо назад приносит, либо съедает только половину. Поэтому, ну, сейчас я уже давно иммундовала в школу. Но вот дома с макарошком пойдет нормально, с кетчупом. Не то, чтобы каждый день мы кушаем такие обеды, вы сами знаете. Но вот хочется иногда после школы чего-то такого быстрого. Потому что пока я сейчас мясо стушу к вечеру туда-сюда. А вечером у меня, как всегда, хор. Музыка у нас, в общем, полная куча всего-всего-всего. Все. В общем, короче, вот такой вот план. Пока что еще не начала тушить свинину. Я вам уже, наверное, покажу, когда я ее сделаю в конце. Вот это лучше. Вот была свинина, стала вот такая. Супер, класс, люблю. Ну что, вот перекусик и готов. Я просто сделала, господи, как они называются, спагетти. С маслечком, со сливочным. Вот это для едошки, это для Габи. И каждому его приоритет. И даже только огурчики, а Габис еще и перчик. Все, идем перекусывать. Так, все, что я сделала. Я взяла свою большую сковороду. В нее, в общем-то, выложила вот эти порезанные куски свинины. Просто залила водой. Сейчас я сюда добавляю соль. Не буду добавлять только лавровый лист. То есть цвет поменялся. Лавровый лист, когда он закипит, немножко проварится. Я солью полностью всю воду. Потом залью свежей водички. И уже в этой водичке свежей, которую я залью, я добавлю приправки. И оно будет вариться, я думаю, пока не смягчает. Но я думаю, все это будет происходить где-то около двух часов. Уже в конце, перед тем, как это будет готово, я уже немножечко буду загущать. И все. И это будет, в общем-то, подлива. Такие хорошие порционные кусочки. К макаронам, пожалуйста, к любым видам макаронов. К картошке, в принципе, тоже в любом виде практически. Гречки. К любому гарниру на два дня должно хватить, на три. Ну вот, все. Пока что будем ждать, чтобы закипело. Я думаю, что я вам покажу конечный результат, что показывать, как варится. Увидите. Все, значит, водичка закипела. Все-таки, думаю, не покажу, покажу. Вода закипела. Видите, все вот эти вот ошметы, все вот это летает. Сейчас все это сливаем, чтобы заливаем чистенькую водиченьку. Добавляем, вот у меня как раз здесь есть остаток перчика, я нарезала. Он тоже даст свой вкус. Еще раз ловушечку кладем, соль, перец, и оно будет просто тушиться. Не тушиться, вариться, правильнее сказать. Вариться, и уже только в конце, спустя два часа, я сделаю из этого соус. Ну, я вам, естественно, покажу. Я такого плана готовила уже, по-моему, говядину я готовила у себя на канале. И вот теперь свинина. Так, все, теперь, когда я уже поменяла водичку, помыла. Вот видите, здесь даже я лимончик бросила без шкурки. Он тоже даст аромат, потому что, ну, все-таки свинина дает специфическое мясо, мы знаем. Оно и с запахом, и немножко такое жестковатое, как бы долго вы его не готовили. Поэтому, ох, лимончик придаст всему этому такой и аромат, и своей кислотой. Чуть-чуть все это разобьет эту жесткость. Немножко чили я добавила. Ну, вот, в конце, уже в конце я еще дам жареный лук, приправу жареного лука, о которой тоже я много говорила на своем канале. Я покажу вам позже. Все, пока что это все будет тушиться. Это все кусочки наши. Вместе с вот этим перчиком, который потом мы вытащим. И что еще потом будет? Еще соевый соус. Но это в конце, это второй этап. Два часа будет томиться на небольшом огне. Итак, друзья, у нас время уже прошел час. Я переместила мое мясо из большой сковороды, в которой это готовилось до этого, в такой, ну, типа сотейник сковорода, потому что можно закрыть крышкой. Это важно уже на этом этапе. Почему? Потому что у мяса были большие куски. Сейчас, конечно, они уварились, они стали меньше. И, в принципе, тут им достаточно места. Значит, что мы сейчас делаем на этом этапе? На этом этапе я добавляю приправы сейчас, которые я хотела добавить. И начинаю отдельно, в отдельной посудине готовить загуститель. Значит, в данном случае можно сделать несколько вариантов. Во-первых, кто любит с вином? На этом этапе можно сюда налить вино. Примерно, я думаю, пол-литра будет как раз хорошо красного вина. Я даже знаю, что свинину делают с пивом. На этом этапе можно налить пиво. Дальше. Неплохой вариант, который я пробовала, это на любителя. Баночку сюда кокосового молока. Изумительно просто получится. Потому что оно даст такой необычный немножечко вкус. Либо можно сделать просто томатную пасту, переколотить с водичкой и влить сюда томатную пасту с водичкой уже. Но я не очень люблю свинину в томате, это на любителя. Я просто люблю такой вот густой коричневый соус. Поэтому добиться его можно несколькими способами. Но в данном случае я не буду ничего премудренного делать. Я просто немножечко прижарю чуть-чуть муки. Потом, конечно же, ее с водичкой сделаю. И немножечко пару капель соевого соуса туда пойдет. На этом этапе также я даю красную паприку, не горькую, сладкую. И жареный лук. Жареный лук я брошу уже сейчас при вас. Вот он у меня здесь. Я часто говорю об этой приправе. Я ее покупаю уже готовую. Это вкусно. В разных магазинах она разная. И, в общем, я уже давала рекомендации и ссылки на этот лук. Так что там поищите на моем канале. Все, я вот так вот просто присыпаю. Он разойдется там, припарится. Все, в общем, будет классно. Потом, конечно, этот перчик я вытащу, который здесь у нас лежит. Но он даст все равно свой вкус. Потому что у нас свинина, ну что говорить, оно безвкусное мясо. Вот, поэтому пока оно еще пусть делается. А я отдельно приготовлю сейчас заправочку. Покажу вам, когда уже все будет внутри. Тихонечко. Так, здесь вы видите уже соус у меня готов. Это мука была обжаренная здесь. Это не томат, это красная паприка. Да, и вот такой дала красивый-красивый цвет. Сейчас, Идуша, секундочку, я тебе помогу. Все, сейчас мы это все вливаем в кастрюлю. Так, и вот смешиваем. И у нас получается шикарный соус. Вот, все, все, аккуратненько сюда. И оно сейчас у нас тут разойдется все. Это будет очень вкусно. Все, никаких остаточков не оставляем в кастрюле. Все. Сейчас оно все у нас здесь размешается, разойдется. И, потому что бесцветная свинина, ну, что может быть хуже, чем бесцветная бледная еда? Ничего, по-моему. Вот. Ой, дети уже тут кричат. Все. Сейчас мы это оставляем еще тушить. И приятного аппетита. Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»